И так, уважаемые дамы и господа, наш эфир продолжает, как обычно, по вторникам, встреча с Ефимом Ферштейном. Ефим, добрый вечер, здравствуйте. Добрый вечер, Анатолий. Добрый вечер. Ну что ж, я, во-первых, хочу напомнить номер телефона в студии, это 847-400-5200. Ну, и если бы вы могли немножко, может быть, вкратце рассказать, что что-то происходит ли в Европе, что у вас там слышно... Разумеется. Прошу вас. Вы понимаете, это тот случай, когда в Европе не происходит и сотой доли того, что происходит у вас в Америке. Поэтому изложить происходящее в Европе сейчас совсем нетрудно. Она вся ковидная. Она идет из локдауна в локдаун. Она идет из карантина в карантин. И каждый следующий становится круче предыдущего. Потому что цифры не очень-то улучшаются. Причем сегодня уже кажутся временами царя Гороха. Те времена, то время, когда можно было говорить, что вот в Германии совсем хорошо, там всего столько-то тысяч. Сейчас все это как-то уравнялось. Причем уравнялось по самому худшему общему знаменателю. И в Германии, и в Австрии, и в стране, где я сейчас нахожусь, в Чехии. Везде плохо. В некоторых странах особенно плохо или во всяком случае. Но это все цифры, показатели. Почему-то, скажем, Чехия сейчас вышла по числу заболеваний на первое место. Почему? Объяснить трудно. Ведь здесь синусоида этих мер предосторожности ровно такая же, как во всех соседних странах. И в принципе, было время, когда ее ставили в пример, вот она лучшая из лучших, сейчас она худшая из худших. Что будет завтра, не знаю, потому что эти цифры меняются. Было время, когда было по 17 тысяч заболеваний или заражений в день. Здесь важно различать слова. Зараженный не обязательно заболевший. Он может получить диагноз позитивный, уйти домой, выпить стопку водки и прекрасно себя чувствовать. Ничего. А другой может быть не зараженный, а заболевший. Вот такого уже отправляют в господь, в Италии, он дома лечится. В любом случае, от 17 тысяч зараженных, сейчас это упало на 9, но что будет завтра, сказать невозможно. И такая обстановка везде. То Испания вырывается вперед по всем показателям, но в целом можно сказать, что во всей Европе дело обстоит достаточно швах, как говорят у нас. То есть плохо. Дело обстоит так, что больницы перегружены. И хотя смертей одно время становилось все меньше, а сейчас вроде бы и количество смертей, то есть летальность болезни снова повышается. Но повторяю, мы живем в такое время и совсем не знаю, что мне придется говорить через неделю. Но это медицинские новости, что называется. Они есть. Правда, достаточно печальные. Или, как говорили когда-то, смурные. Такие невеселые. Но политических-то новостей особенно нет. Но оторвалась Британия, ушла в свободное плавание. Завершился весь процесс. Брексита худо-бедно через пень-колоду. Дальше посмотрим. Никто не знает, чем это обернется. Мне почему-то думается, что Британия не проиграет. Потому что Евросоюз по-прежнему скован цепью внутренних противоречий. И разорвать ее не так просто оказывается. Поэтому все впереди. И у Евросоюза все впереди. Это будет, кстати, пробный камень. Вот весь этот ковидный эпос, который мы сейчас переживаем, это будет пробный камень Евросоюза. Потому что все страны, парадоксально, вдруг обнаружили, что нет никакой единой европейской политики в отношении этого заболевания, этой эпидемии. Даже по мелочам, даже вакцину, которая сейчас чудится такой панацеей от всего. Вот вкоремся, может быть повторно вкоремся, и все. И все прошло. Тогда же вакцина не является каким-то общим делом Евросоюза. Каждая страна буквально во всех отношениях. И в регистрации отдельных препаратов, являющихся вакциной от ковида. И в распространении их нет никакого единого графика вообще, единого, скажем, распространения лекарств. Я уже не говорю о том, чтобы вакцинацию производить каким-то однозначным, выработанным евросоюзовским способом. Ничего такого нет. Каждая страна сейчас живет по-своему. И вот когда сойдет на нет, когда-то я в шутку говорил, что она сойдет на нет 20 января, когда будет приведен к присяге Байден, если это случится. Вот и сойдет вдруг эпидемия на нет. Такое может случиться вполне. Быстро начнет сходить на нет. Так, как это было, между прочим, в России, когда после взрыва эпидемии, взрыва этой заразы, вдруг Путин объявил, что она сошла на нет и можно делать. И парад военный в июне. И можно делать точно так же, поправки вносить, принимать путем голосования. Вдруг. Сейчас мы видим, что это было политическое решение. Так вот, такие политические решения принимаются в России и, разумеется, в Америке. Поэтому я в шутку сказал здесь по телевидению, что на вопрос, когда закончится эпидемия, сказал, а может быть она закончится 20 числа. Кто знает, все будет сделано, как сказал слепой. Так вот, особенно политических событий здесь нет и говорить не о чем. Зато они разыгрываются на вашем театре военных действий в Америке. И там событий не в проворот. О да, это как минимум. Но перед тем, как мы перейдем все-таки на американскую сторону или континент, у меня к вам вопрос по поводу вот именно Чехии, страны, где вы живете. А на сегодняшний день это официально закрытая страна для выезда, въезда и проезда? Или все-таки, так как она находится в зоне Евросоюза, вы открыты? Она находится не только в зоне Евросоюза, но и в шенгенской зоне. То есть это внутреннее, как бы это ядро Евросоюза. При этом, как и многие другие страны, почти все, мне кажется. Я не знаю, какова ситуация на Мальте или на Кипре. Чехия, конечно, закрыта. Она закрыта для въезда, для выезда фактически. То есть теоретически какие-то деловые люди въехать могут, но они должны пройти не тестирование, а если оно позитивное, то и пройти карантин 10-дневный сейчас, уже не двухнедельный, а 10-дневный уже в аэропорту. Если там фиксируется наличие болезни, они отправляются прямо из аэропорта в карантин. То ли в гостиничный карантин, то ли в больницу. Так вот, в принципе, для самих же Чехов она закрыта. Но есть ведь какие-то страны, которые принимают. Есть какие-то авиалинии, которые летают. Я сам системы понять не могу до конца. Но знаю, что мои собственные дети сейчас недавно слетали на Мадейру, потому что Мадейра считается чистой от ковида. Хотя, кстати, когда они вернулись, как раз когда они возвращались, появилось сообщение, что на Мадейре уже тоже появилась британская мутация коронавируса. Но такие направления еще есть, которые открыты. Какие-то линии летают. Но это, повторяю, в порядке исключения. В принципе, страна закрыта. И для туризма она закрыта, для вылетов, для прилетов. Но по каким-то дипломатическим или другим коммерческим делам можно, наверное, прилететь. Понятно. Ну, что ж, тогда давайте перейдем, наверное, на наш, я имею в виду, американский континент. И, конечно же, меня интересует ваше мнение, как журналиста, как человека, замечательно разбирающегося в политической ситуации. Ну вот, наша, скажем так, наша политика вашими глазами. Знаете, как-то так получилось, что американская политика меня в последние годы интересует больше, чем российская. Можно это отчасти понять, потому что я и натурализованный американец, как многие из наших слушателей, и знаю эту страну. Ну, а главное, слежу за ее событиями буквально со дня на день. И даже сейчас уже и по часу просто, потому что стараюсь не отрываться от Ютьюба. Который, кстати, все вы, наверное, заметили, потрясающе беден сейчас своим предложением. То есть, если раньше там можно было найти черт знает что, то сегодня эта же компания предлагает нам в основном рецепты, как правильно готовить сырники. Но почти не предлагает фактов. Самых актуальных, горячих, что называется. Так вот, я бы даже сказал, жареных фактов. Так вот, о ситуации Ютьюба мы можем поговорить и отдельно. Что бросается в глаза? То, что происходит в Америке, и тут я, наверное, никого не огорошу, является попыткой перестройки, кто-то называет это глобальной перезагрузкой, назовем это русским словом перестройкой, и является попыткой, пока еще не свершившейся, но уже попыткой, перестройки американского общества на новых основаниях. Пока только в социальной сфере. Со временем, несомненно, коснется экономической сферы, и сферы всех других отношений, социальных, культурных и прочих в американской среде. Это перестройка, перезагрузка, переформатирование американского общества сейчас однозначно, и она являет нам собой попытку создания на руинах, на развалинах бывшего демократического общества новой тоталитарной структуры. Чем они будут отличаться? В Америке до сих пор, я хочу быть, как бы мыслить структурированно, в Америке до сих пор царила идеологема, если хотите, философия так называемого американизма. Это целый набор, это комплекс, комплекс различных понятий, объединенных и для американцев кажущихся само собой разумеющимся. Это и неэтнические основы для лояльности, обычно в мире, во всех так называемых народных государствах, национальных государствах, основы достаточно этнические, во второй очередь культурные, основы для единения, для единства, для того, чтобы вообще народ мог называться нацией. Так вот, в Америке никогда этого не было. Это составная часть американизма, вот этой идеологии американизма, это лояльность по отношению Конституции, к законам страны, к тем устоям, на которых страна создана. Это индивидуализм прежде всего, и это свобода личности, то есть одного человека в его конфронтации, противостоянии государству. Совсем не везде это является естественным состоянием человека и общества, не везде. В других странах, например, традиционно доминирует коллективизм, а не индивидуализм. И свобода личности, то есть одного человека, индивидуума, не является приоритетной, а приоритетной является интерес общества. Это очень, кстати, легко, не только объяснимо, но и легко подводится какая-то психология, и может быть даже идеология под это понятие. Интерес общества превыше всего. Вы можете назвать это общество родиной. Например, мы, выходцы из России, прекрасно понимаем, о чем идет речь. На первом месте родина, на первом месте величие государства, а человек, винтик, шпунтик, шурупчик, но просто мелкая составная деталь. И если государство достаточно величественно, то и он, человек, чувствует себя не последним существом на земле. Он часть вот этого великолепного государства. То, что он беден, то, что он бесправен, это все вторично. Он сам чувствует, что это простительно. Это культурно заложено, или заложено в культуре, если хотите, советского человека, советской ментальности. Не случайно их называют совками советских людей. Почему? Да потому что жила бы страна родная, и нет других забот. Человек приложится, бабы новых нарожают. Человек вторичен по отношению к государству. И очень многие русские страдают именно из-за того, что они всего лишь как бы довесок к букве «ща», используя этот образ Ельфа и Петрова. Они просто бесплатное приложение к величкому государству. Вот в чем дело. В Америке же все наоборот. Там человек был бы великим, а государство приложится. Оно станет вообще-то большим, крупным, великим, влиятельным, потому что оно состояло из больших, крупных индивидуумов, индивидуальностей, личностей. Вот на что делался упор. Вот эта идеология американизма, включавшая, разумеется, и патриотизм, гордость за свою страну отнюдь, кстати, не последнюю в этом мире. Раньше так было. Сейчас она стремится к тому, чтобы начать получать помощь от Венесуэлы и от Кубы, чтобы совсем не впасть в полную мизерию и нищету. Так вот, идеология американизма подвергается гонениям и подвергается нападкам очень широко заложенным. Это полноформатная война против американизма, как философии жизни, социальной жизни человека и государства. И вместо него приходит коллективизм. Опять же, общественный интерес, который ставится выше интереса составляющих это общество людей. Это крайне важно, потому что это ведь скрыто за миллионом всяких мелочей, которые на нас сыпятся как лавина, и мы не успеваем заметить, как говорится, не успеваем за деревьями видеть лес. Лес, в данном случае, это государство, построение государства, коллективизма, коллективистского государства. Какая у него будет идеология даже вторично, с этой главной точки зрения. Но, к сожалению, идеология, которая занимает место американизма, тоже достаточно отвратительная, я бы сказал. Потому что эта идеология, тысячу раз опробованная всюду, кроме Америки, это идеология, так называемого равенства. Кстати, обратите внимание, что в этом знаменитом трех спряжении, трех слов свобода, равенство, братство потеряли всякий смысл первое и последнее слово. Братство просто потому, что по решению Палаты представителей Соединенных Штатов это слово вообще исключено из словаря человека. Брат, это сложно описать, но это, если говорить совсем уж точно, то это по резолюции Палаты представителей это отпрыск менструирующего родителя и следующего родителя со следующим порядковым номером. Так это формулируется там. То есть иметь какие-то отношения с таким существом очень сложно. Братство исключается, забыли. Но и свобода, кстати, исключается, потому что свобода... И вот парадокс. Это парадокс философский. Свобода и равенство взаимоисключающие понятия. Когда человеческая особь является свободной, у нее возникают неравные отношения со всеми другими. У нее возникает стремление выбиться в люди. Это уже мы переходим в сферу так называемой меритократической оценки. Когда оценится человеческая особь по заслугам перед обществом. У нас же сейчас это считается, вообще меритократия считается упадочными, и, главное, отвратительным, антиобщественным принципом. А на пьедестал воздвигнута равенство. Равенство исключает свободу. Но подумайте, если вы совершенно равны, то вы не можете уже быть свободными. Потому что, повторяю, свобода предполагает личные инициативы, личное устремление. И, как правило, устремление стать выше, стать лучше, стать быстрее, стать смелее и так далее. То есть, равенство исключает превосходную степень вообще в человеческом бытие. Так вот, и свободу приходится отбросить. Потому что она становится сомнительной. О каких свободах вы говорите? Нужно, чтобы люди были уравнены, подстрижены, как говорится, под одну гребенку. А это не предполагает свободы индивидуума. Свобода индивидуума – это из области вот этого американизма, этой американской философии бытия. Так что из всех трех слов французской буржуазной революции у нас осталось только равенство, которое нам представляют как цель социального развития. Только равенство. Вот к чему мы должны стремиться. То есть, каждый идиот может надеяться на позитивную дискриминацию, которая его поднимет до равного уровня с каждым умником, которому придется слегка потесниться. В общем, я не стану вам пересказывать содержание философских работ Томаса Соувелла, блестящего философа, который, кстати, исключительно четко и ясно видит соотношения между белыми, черными. И это отнюдь не всегда в пользу белых. У него есть отдельная книга под названием «Черные капиталисты и белые либералы». Уже из названия ясно, что этот человек, сам черный, кстати, афроамериканец, выбившийся из сирот, из сирот, в большие люди, в профессора. Так вот, он, естественно, полная противоположность принципу равенства. Он воплощение принципа свободы. Так вот, то, что сейчас угрожает американскому народу, это новое общество, объединенное новой идеологией, идеологией только равенства. Не случайно, может быть, даже уже меня кто-то заподозрит в повторах, я, по-моему, в прошлый или позапрошлый раз говорил о том, что Билл де Блазио, мэр Нью-Йорка, когда ему указали на то, что бегут же, бегут так называемые бизнесы, бегут богатые люди, бегут бизнесы куда-нибудь на юг, на Флориду или в Техас. Так он сказал, а богатство, prosperity, процветание, это не наш приоритет. Это было когда-то. Сейчас наш приоритет равенства. То есть, хрен с ними, пусть бегут. Бедные, как говорится, выползут на улице и займут их. Но это же равенство. Все будут. Кстати, между прочим, принцип равенства в бедности, ведь это же был главный принцип построения Советского Союза. Всем это прекрасно помним. Равенство в бедности. Так это формулировалось. И многие сейчас ностальгируют по тем временам. Да, жить было худо, бедновато жили, но зато одной семьей все равны были. Это, конечно, бред собачий. Всегда, как сказал гениальный Орвел, все равны, но некоторые ровнее других. Так всегда было и будет. Так вот, какого типа переворот происходит сейчас в Америке? Ну, конечно, Винсен сейчас упирается в фигуру Трампа. И здесь тоже страшно интересно. Не знаю, насколько американцы понимают, в какое необычное время им довелось жить. Ведь Трамп давно на порядке перерос себя. Почему? Ну, был он человек, наверное, крайне интересный, не случайно. мы его там снимали, он давал какие-то интервью, писал книги совсем неплохие, но деловые. Но он перерос себя в каком смысле? Его вовлек в себя этот страшный круговорот истории. Этот вир, который втягивает в себя предметы и людей. И на другой стороне он выбросил из него гигантскую какую-то фигуру, которая претендует на какие-то исторические или космические масштабы. Понимаете? На нем вся история сейчас зациклилась, американская история. Не случайно мы видим, какие попытки предпринимаются, чтобы справиться с этой фигурой. Понимаете? Его уже надули до таких пределов, когда он уже вырос в гиганта. Это по вине истории, по вине устроенного так американского общества. Но и он не противился, он брал на себя это. Это очень важно. Человек должен почувствовать свой удел, свое предназначение в этой серьезнейшей исторической битве. И вот он каким-то путем, может быть интуиция, может быть интуиция, он же интуитивный, он же зверь, как говорится, политический зверь, почувствовал и принял. Вот пока до сегодняшнего дня он этот вызов в истории принял. Поэтому он превратился в такую фигуру. И поэтому его так пытаются уничтожить всеми возможными средствами и всеми возможными методами. Что означает импичмент сейчас? Импичмент видят не для того, чтобы сместить его, это невозможно. Восемь дней. Восемь дней всего лишь осталось. Его пытаются лишить возможности когда-либо участвовать в политической деятельности, полагая, и в этом их глупость. Вообще-то эти люди глупы, честно говоря, в самом главном. Они вполне уверены, это ведь мы говорим сейчас о бюрократии вашингтонской, она всегда и вполне уверена, что главное это вот эти параграфы, которые пишутся на машинкельном, на компьютере с секретаршами. И вот эти параграфы и являются рамками жизнедеятельности людей. И если на него навесить такой параграф, то его можно отстранить от политической жизни навсегда. Я-то думаю, что дело может кончиться гораздо более трагически, но не хочу накликать беду, что называется, но отстранить можно. Это называлось в Советском Союзе лишенчеством, и лишенцы были действительно лишены, это я стоит из самого слова, всяких прав избирательных и, разумеется, права быть избранным. Так, вот его хотят превратить в лишенца. Почему я говорю, что они глупы? Потому что они не понимают, что имеют дело с историей. А та не руководствуется параграфами, написанными их секретаршами, отнюдь. У той свой бурный поток, и сейчас она понеслась действительно аллюром каким-то галопом, может быть, даже прытью понеслась. И она не спросит, может, Трамп имеет право, или у него нет такой бумажки. Она проложит себя путь, как пролагало везде и всегда. В 20 веке, я думаю, что 21 не будет исключением. Поэтому я не очень верю в то, что они смогут выполнить вот эту свою мечту идиота, вот эту мечту, лишить его возможности участвовать в историческом процессе, в каком-либо виде. Это в свое время прекрасно сформулировал Валентин Распутин, был такой замечательный русский писатель, он писал таким красивым, матерым, зрелым русским языком, и он написал слова, я их применяю сейчас к Трампу, что Трампа мало убить, его еще повалить надо, а повалить его становится все труднее. Так вот, о чем это, сейчас мы ведем разговор об этом импичменте, я не знаю, я думаю, что он ничем не завершится, во всяком случае пока такое впечатление, но смысл его вы поняли, отстранить Трампа не от президентства, а от истории, устранить его из исторического процесса, из политической жизни американской, но это значит, разумеется, устранить и избирателей Трампа каким-то образом, о них идет речь, для этого заводится новый язык, вы наверняка обратили внимание, что сейчас Конгресс Соединенных Штатов в лице своих лучших представителей из Демпартии вводит новое понятие, выборы были кстати большим, большой неожиданностью и нагнали страху этим людям, колоссального страху, они действительно натерпелись, и мне их жаль, они натерпелись от представления, что Трамп останется еще на один срок, поэтому они сейчас пытаются увязать различные гонения с событиями 6 января, с вторжением в здание Конгресса, что само по себе интересно, я хочу обратить ваше внимание, что любой тоталитаризм начинается с так называемого основополагающего мифа, любой, это в российском тоталитаризме, в смысле советском, это был миф о крейсере Аврора, позаимствованный визуально из фильма Эйзенштейна, вы прекрасно знаете, что никакого такого взятия зимнего не было, не было яростного сопротивления женского батальона, а Аврора кстати не стреляла, чтобы дать сигнал революционерам, стреляла в 12 часов бил 12-й час и пушки Авроры отбивали этот час, вот и все, это была ежедневная обязанность Авроры, она стояла на рейде прямо в городе и отбивала 12-й час полдень и полночь кстати отбивала, так вот революционеры как бы использовали этот момент, когда всем слышен был бой часов, но не часов, а пушки артиллерийского оружия с Авророй и они начали атаку для того, чтобы все знали, что в этот момент мы начинаем подбой этой пушки, так вот, вся эта картинка взятия зимнего дворца и прочая история Авроры стала основополагающим мифом советской власти, это есть в очень многих странах, где-то это там расстрелы рабочей делегации, где-то это какая-то гапонщина, но во всех коммунистических режимах, поверьте, это и у Китая, у Китая есть, там великий поход Мао Цзэдун, там есть момент, когда там битва с какими-то японскими оккупантами или тогда англичанами, есть это у корейцев, у всех есть основополагающий миф, вокруг которого можно строить новую историю страны, нужно, чтобы этот миф был пугающим, чтобы он оброс невероятными деталями, невероятными отвратительными приметами кровавого режима, потому что нужно доказать, что кровавый режим Трампа и несет вину, это является подстрекательством этих хулиганов к взятию Конгресса, взятие Конгресса, вроде взятия Зимнего Дворца, только с другой стороны, и не мешает им, что этот основополагающий миф хромает по всем статьям, ну например, пятеро погибших там, все же на стороне этих демонстрантов, они же никого не убили, их убили из личного оружия полицейских, а не из их оружия, среди демонстрантов два, по меньшей мере два, по признанию официальных властей, из-за них приспустил флаги Дональд Трамп на всех мачтах страны, два, это люди командос, это из специальных воинских частей, по-русски мы назвали бы их спецназовцами, но переодеты, переодеты спецназовцы, они попали под обстрел своих же, никто их из демонстрантов не убивал, во всех случаях и баллистика пулевая, вся говорит о том, что в них стреляли видимо через окно, а может быть изнутри из какого-то кордона полицейские сами же, то есть естественно напрашивается вопрос а почему из пятерых убитых двое спецназовцев, что это такое, почему они проникли внутрь, и масса других вопросов, не стану вам говорить про аналогии с Антифой, про то, что исчезли лэптопы Нэнси Пелоси, и естественно задать бы вопрос, где же они, что же там было в них написано, кто это знает, почему никто ничего не говорит, но для мифа, основополагающего мифа нового революционного общества, это детали, они не нужны, там нужно сердцераздирающие какие-то сцены вторжения вандализма невиданного, который заключался в том, что были разбросаны бумаги по полу, кстати, дивный вандализм, если не считать каких-то пятен на потолке, где протек, может быть, водовод, потому что вряд ли демонстранты могли совершить эту диверсию, так вот, все это обрастает кошмарными деталями и будет, вы будете свидетелем в предстоящее время различных свидетельских показаний о том, что собирались и не успели сделать эти злодеи, эти страшные люди, что собирались, кому они собирались отрезать голову в прямом эфире, вы услышите их, это всегда так делается, потому что это основополагающий миф, от которого все остальное, а что остальное выводится, да вот что основное, основное это то, что будут запрещены уже есть попытки запрета всех собраний мага, окей, давайте мы сейчас прервемся буквально на пару минут и обязательно вернемся и продолжим. Уважаемые дамы и господа, мы возвращаемся к беседе с Ефимом Фиштейном, а Ефим давайте продолжим, я напомню, номер телефона в студии это 847-400-5200, кстати, вот только что появился звонок, если вы не возражаете. Я не возражаю нисколько. Спасибо большое, добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, Анатолий, добрый вечер, Ефим. Добрый вечер. Меня зовут Евгений и Ефим, вы не согласитесь с такой вот моей мыслью, что если когда-то Америка начиналась как отказ от принципа аристократизма, отказ от такой прожественной происхождения монарха и вообще люди признавались равными в своих правах перед лицом только Всевышнего, то сегодняшний поворот истории нас возвращает к старым добрым временам, когда было сословное общество и вот в каждом из своих условий почему же мы не можем быть равными, только я буду равным со своим соседом, а не с высшестоящим. Спасибо большое. Знаете, вы поднимаете философский вопрос, несомненно, американское общество отличалось от европейских своим отрицанием высшей силы, как монарха, как помазанника божьего и обращением напрямую к Богу, конечно. Что касается возвращения сословий, то мне не думается, что нынешняя атмосфера американская благоволит вот такому возникновению этих сословий. Они есть, конечно, это по богатству разделено общество в значительное расслое социальное по уровню благосостояния. Хотя до сих пор в отличие от Маркса на самом-то деле происходило до сих пор в Америке выравнивание на очень высоком уровне. Этот уровень все поднимался и поднимался. Посмотрите на одноэтажную Америку сегодня. Это худо, бедно, все люди живут в домах их, как правило, собственных. Но нынешнее, повторяю, движение и нынешняя социальная доктрина, которая грозит Америке, она не сводится к этому. Наоборот, это равенство в нищете, в бедности, это прежде всего интересы, как говорилось раньше в России, лишних людей, наркоманов, людей, потерявших крышу над головой по своей или по чужой вине, или по вине общества, в любом случае. Но раньше-то этого не было. В 50-е, 60-е годы Америки отнюдь не такую картину им давали. Сегодня обнищание. Обнищание, кстати, как результат, как побочный, но неотвратимый результат действия принципа равенства. Всегда. Равенство вело к равенству в нищете. Мы уже об этом говорили. Сословия, на мой взгляд, из-за этой новой доктрины не возникнут. У людей, которые составляют главный боевой отряд но тоталитаризма у них свои представления. Они воспитаны марксизмом, прежде всего. А это учение не предполагалось ословить. Парадокс скорее в том, что история опровергла все постулаты этого учения и всюду, где возник тоталитаризм. Разумеется, общество все равно расслоилось. Но только не на богатых, бедных, а на властных и безвластных. На начальников и подчиненных и так далее. Есть у нас звонок еще в студию или нет? Нет, пока звонков нет, я вам обязательно дам. Просто договорю мысль. Пожалуйста. Как у Солженицына в замечательном его романе «Один день» Ивана Денисовича, когда арестовывают этого инженера и следователь начинает выбивать из него показания, и он гордо говорит «Я пока еще только обжалован, я не не обвинен даже и не осужденный, я всего лишь обжалованный». А он ему говорит «Нет, нет, батенька». И оттуда подвел его к окну и показал на массы народа, на прохожих на улице. И он сказал «Обжалованы или обвиненные? Они все, а вы уже осужденные, потому что вы попали сюда». Так вот, я хочу сказать, что сегодня уже ясно, что обжалованы, обвинены все 75 миллионов голосовавших за Трампа и может быть даже 89 миллионов подписчиков на Твиттера. О них уже сказано, что они будут рассматриваться как внутренние террористы. Разумеется, у них есть возможность покаяться, отступиться, посыпать голову пепелом и сказать, что он теперь будет верный сторонник геймпартии. Тогда их простят, возможно. Но, разумеется, кажется мне, что кадровый профиль будет очень уже не лучший. Почему я говорю это? Да потому, что уже сейчас сказано, что митинги МАГа будут запрещены, потому что они рассматриваются как внутренние террористы. Кепки узнавать и брать на улице их будут по красным кепкам МАГа. Уже сейчас в некоторых случаях высаживают из автобусов американцев, которые пытаются там скандировать USA, USA, потому что водителям говорят простите, USA это диверсионный лозунг. USA это так называлось может быть страна. И у меня такое чувство, что еще пройдет недели две-три, а может быть месяц, я не берусь сроков ставить никаких, и государственные акты в Белом доме будут заканчиваться ритуальным сожжением американского флага. Вместо него там будут выставлены какие-нибудь флаги Нигерии, Кении, я не знаю, не берусь судить. или может быть просто антифы. Но в любом случае, кстати, уже сейчас ликвидированы или ликвидируются гештеги, то есть группы людей, объединенных под гештегами, под компьютерными такими гнездами, скажем так, патриоты, патриоты. Слово очень звучит плохо сейчас. Считаю, что за патриоты такие. У нас патриоты всего мира. Это интернационализм новый. А патриоты Америки это очень по-трампистски как-то звучит. Так что то самое произошло с группой в гнезде We the people. Тоже считается, что это отвратительное надругательство над Конституцией. Нельзя людям это говорить. Но все это вы сами увидите в ближайшие дни. Почему? Да потому что тоталитаризм не знает новых ходов. Все это опробовано. Все это тысячу раз опробовано. Все это ведь точно так же именно по этим пошагово было разбито во времени и в Советском Союзе, и на Кубе. Везде методы одни и те же. Ничего нового человек придумать не мог. А начинается с цензуры. Обратите внимание, как трудно это слово произносить либералам, но зато приходится как-то выходить из него. Уже московское телевидение оппозиционное канал Дождь уже ставит вопрос иначе. Является ли запрет Трампа во всех сетях цензурой или сдерживанием? И либерал приходит к выводу о том, что нет, это не цензура, батенька, это сдерживание. И вообще, понимаете, ведь если дать волю каждому, а у него может быть в голове поджигатель войны, а вы представляете себе, какие последствия поджигатель войны может иметь? Это же слезы вдов, это грустные глаза детишек, сирот, это вообще трагедия. Такого человека нельзя давать ему слово, его нужно сдерживать. Его окружение, оно уже сейчас подверглось искоренению из всех соцсетей, его более широкое окружение, и в конечном счете все сторонники. Какие могут сторонники у поджигателя войны? Не может быть, значит, все это запретить и перевоспитать. В этом смысле прекрасную помощь Соединенным Штатам окажет Северная Корея, Куба, Венесуэла, везде, где есть лагеря для перевоспитания. Вот все это будущее, но не столь отдаленное. Вы сами видите, как стремительно, время-то какое сейчас на дворе технологически прогрессивное, исключительно быстрое, все ускорено. Уже сейчас просто еще присяги не было, а уже начинаются репрессии. Уже изгоняются, кстати, с кафедр профессора, они и раньше изгонялись, правых каких-то взглядов. Вообще любая правизна окажется запрещенной к использованию, что называется. Ей не место. А все пространство, между прочим, буквально вчера в Нью-Йорке прошла демонстрация Антифы с присоединившимися БЛМ. С чего она хотела, требовала эта демонстрация? Она требовала выполнения условия. А условие заключается в том, что, это я цитирую буквально, общественное пространство принадлежит нам. Общественное пространство это улицы, это площади, это здания. И оно не принадлежит никаким владельцам. Вообще понятие владельц будет серьезно пересмотрено. Какие могут владельцы в обществе всеобщего коллективизма? Все это не отдаленные угрозы. Разумеется, можно сказать, но это вы знаете, преувеличивайте. А что ему стоит следить? Ведь кто говорит А, вынужден сказать Б. Кто говорит, что нужно преодолеть сопротивление недобитых трампистов, должен сказать, как это сделать и должен начать этот процесс. То, что Джо Байден не сможет поучаствовать до конца в этом процессе, это что называется как дважды два. но найдутся. Есть у него замечательный вице-президент, есть у него масса пособников и подсобников, которые подмогнут в этом трудном деле перевоспитания американцев. Другое дело, что сами американцы скажут. Здесь я не берусь судить. Я понимаю, как легко загнать бутылку, что называется, даже большое население. оно было загнано на волне энтузиазма во многих странах, в России, в Германии, гитлеровской и везде, где сейчас воцарился прогресс. Было перевоспитано, было там сопротивление, разумеется, его пришлось ломать, ломать о колено. Так что нет там звонков, я не хочу забирать все время. Нет, нет, но я честно, я бы с большим удовольствием послушал действительно то, о чем вы говорите, потому что я с этим серьезно согласен, поэтому, пожалуйста, у нас еще есть буквально 2-3 минутки, так что прошу, и они ваши. Спасибо, спасибо. Там есть еще одна особенность у людей, это чисто человеческое, это связано с человеческой психикой, человеку хочется чувствовать себя с основной частью чего-то большего, чем есть он сам. Особенно, когда это рядится в тогу какого-то прогресса и освещено замечательными словами. Светлое будущее, сияющие высоты, травовый режим. Придется, кстати, задним числом навесить на Трампа массу преступлений, ведь он отличился тем, что в отличие от любого другого президента Америки, при нем не был арестован, ни один замечательный журналист, замечательный журналист, оказывающий ему сопротивление и рисующий его разве что не дьяволом. Не была закрыта ни одна редакция из этих бойких журналистских редакций. Не был разогнан дубинками, ни один митинг. То есть, это совершенно чудовищный послужной список, который нужно будет резко изменить. Нужно будет найти каких-то расстрелянных рабочих, повесить на него убийства юных революционеров типа Флойда и прочих. То есть, все это впереди. Уже сейчас эти акробаты пера, как говорил Ильфа Петров, уже сейчас работают, я думаю, над переписыванием истории. Это все будет. Только в одном случае это не будет, если американские народу этого не позволит. Здесь есть одна маленькая надежда, которая теплится, как огонек за окном, как огонек от свечечки. Теплится. Это то, что все-таки американцы были иначе воспитаны. Им свобода, как говорится, дороже, чем вот это коллективное благо. И, ну как? Для сопротивления нужен организатор всегда, нужен символ. Без символа невозможно. Если смывается человек-символ, исчезает, то из миллионов единомышленников становится толпа. Становится толпа. А толпу очень легко укоротить и укоротить. Разделить на какие-то группки, противопоставить одно-другой. Это вопрос техники. И он отработан во всех тоталитарных режимах. Он прекрасно отработан. Так что дай Бог, чтобы осталась фигура объединяющая. И здесь неважность семи пядей в лбу. Трамп не Соломон мудрый. Я повторяю, он фигура, которую надула сама история. А он не знаю, то ли умышленно, то ли по случайности, но принял эту судьбу. Принял это невиданное предложение, а это предложение на Голгофу фактически. Пока он его принял и держит его. Куда и как он закончит, пока не знаю. Но без объединяющей фигуры, а ей нужно пестовать какое-то время. У Трампа было время. Пять лет это предвыборная кампания и четыре года президентства. Такую фигуру надо выращивать, пестовать. Если ее не будет, американцы превратятся в толпу, которую легко будет действительно вымарать, вымазать. Много найдется раскаявшихся в своих былых грехах и так далее. Я технологию стану описывать, она прекрасно известна. И мы живем в этом смысле в совершенно исторические времена, совершенно невиданные времена. Не дай бог говорится таких времен. Знаете китайскую поговорку проклятие. Я желаю тебе, чтобы ты жил в интересное время. Проклятие. Спасибо вам огромное, Ефим. Очень приятно, очень интересно. И я надеюсь на следующие встречи. Будьте здоровы. И такси.